Понедельник, 8.30 утра. Пока люди стоят в ожидании общественного транспорта, опаздывая на работу, а автомобилисты со скрипом на зубах пытаются укоротить налить и гололёд на Читинских дорогах, в администрации города собрались чиновники для решения вопросов насущных. За минувшую неделю в столице был зафиксирован один пожар, подано две заявки на холодные квартиры, открытых канализационных колодцев по городу два. Зато, исходя из отчёта начальника управления ГОЧС по Чите, уровень наледи жилому фонду и городской инфраструктуре не угрожает, чего, кстати, не скажешь про бездомных собак. Мы работу ведём с начала года, мы отловили уже 118 собак и в приюте содержится 95 агрессивных. По мероприятиям по очистке уличной дорожной сети, как обычно, остановки, лестничные марши, очистка, подсыпка проезжей части от снега у нас был снегопад. Пока Марина Попова отчитывается за отлов безнадзорных животных и за уборку улиц от снега, прямо под окнами администрации снегоуборочная техника сталкивается с легковым автомобилем. Дороги, куда ни посмотри, очень скользкие, а расчищенные тропинки виднеются разве что у здания краевого правительства. Не обошли стороной прецедент, когда водитель школьного автобуса отказался подвозить ребёнка до учебного заведения и высадил его из транспорта в 30-ти градусный мороз. Следователи уже выясняют все обстоятельства инцидента. Председатель комитета образования Читы тоже дала по этому поводу свой комментарий. Об этой ситуации мы узнали из средств массовой информации. На подвозе в школе номер 45 находится 102 ребёнка, это учащиеся первых четвёртых классов. Подвозится двумя автобусами, один школьный автобус, один автобус индивидуального предпринимателя. Вот все обстоятельства, изложенные в обращении в средствах массовой информации, у нас сейчас изучается. В настоящий момент работает комиссия по расследованию данной ситуации, которую возглавляет заместитель председателя. Предварительно могу сказать о том, что по пояснению руководителя учреждения к директору школы с подобной информацией никто не обращался, но будет видно сейчас результаты комиссии. К концу января будет запущен ещё один автобус, и на подвозе подвоз будет организован для учащихся пятых, шестых классов в школу номер 45. Следующая тема – аварийный жилой фонд. В каждом районе города найдутся старые бараки или разрушенные многоэтажки, которые требуют сноса, а их жильцы – переселение. Сотни репортажей на ЗАПТ в этом яркое подтверждение. Один из последних сюжетов – это удивительная история деревянного дома, который за 30 лет сам себя восстановил. Однако в Комитете градостроительной политики уверены, что люди сами виноваты в том, что до сих пор не могут получить достойного жилья. Многие люди, жители которых знают, что их дома признаны аварийными, боятся приносить правоустанавливающие документы. Может быть, за неимением данных документов или какие-то другие причины. Поэтому информацию по аварийному дому вы можете найти на сайте реформы ЖКХ, либо позвонить по телефону либо в жилищный отдел администрации районных, либо в Комитет градостроительной политики, либо в Комитет городского хозяйства. Несмотря на городские проблемы, товарищи-заседающие привыкли с некоторых пор заканчивать планерку на веселой ноте. Исполняющий обязанности ситименеджера снова поблагодарил всех за труды перед краевой столицей, а на весну 23-го чиновники строят грандиозные планы по исполнению контрактов во благо процветания Читы. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАПТ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова